Вы давно просили гандамов, но не каких-нибудь китайских подделок, а оригинальных от фирмы Бандай. Кто я такой, чтобы вам отказывать? Тем более, такой отличный повод. А что это за модель? Даже если я сделаю так, я думаю, фанаты гандама без труда скажут, что это за модель. Да, даже если вы человек, для которого слово гандам это не ругательство, и вы хоть немного знакомы с этой вселенной, вы без труда скажете, что это RX-78-2. А модель это Beyond Global в хайгрейде, масштабе 1 к 144, и она приурочена к 40-летию серии. Надпись на коробке сообщает нам, что модель выпущена в 2020 году. Картинки сбоку коробки гордо нам сообщают, что эта модель умеет. Да, коробка немножко грустная, но такая она ко мне пришла. И здесь наш гандам также хвастается, что же он умеет. Поскорее открываем. И первое, что мы видим, коробка реально доверху набита литниками. А не как бывает в большой коробке, два литника вот так вот болтаются. Здесь она полная. И главное, одна. Всего одна наклейка. С наклейки мы, пожалуй, и начнем. Глаза и ничего лишнего. А первый из литников у нас будет с буковкой А. Вот такие вот бело-желто-синенькие детали. Кстати, на литниках стоит дата выпуска 2019 год. Следом за литником А у нас идет литник Б1. Мы видим его шлем. Меня очень радует его детализация. И очень много мелких, хорошо проработанных деталей. Мне не верится, что это хайгрейд. Далее литник С1. Здесь мы видим его автомат, оружие и набор рук. Очень хорошо проработаны пальчики. Вот эти маленькие полосочки, углубления. Блин, круто все-таки. Далее два абсолютно одинаковых литника Д1. Здесь, кстати, цвет пластика не совсем белый. Он немножко такой кремовый. Маленький литник Б2. Далее литник Е1. Офигенно проработаны его ступни. Вроде бы такая незначительная деталь. Точнее, ступнями он будет стоять на полу. И они не будут видны. Но, блин, как круто они проработаны. Дальше литник F1. Это его основные детали внутреннего фрейма. Которые, скорее всего, мы не увидим. Но, конечно, кроме бэкпэка. Кроме его спины. И продолжаем литником F2. Вот эти детали очень сложно выполнены. И, блин, так здорово смотрятся. И последний литник из ColorClear пластика. Которые могут использоваться как лезвия для мечей. Или выстрелы из автомата. Переходим к инструкции. Бум. 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 Короче. Вот такая вот здоровенная инструкция. И поехали глазеть на инструкцию. Это его этапы сборки. И с каждым годом инструкции у Бандая становятся все лучше и лучше. А на другой стороне инструкция становится уже цветной. Настолько она понятна, что даже я, идиот, справлюсь. Здесь Бандай показывает какие-то фишки этой модели в плане подвижности. Мы, конечно же, посмотрим это на готовой модели. На готовом варианте. И на последней страничке нашей инструкции мы видим вот такую вот красоту. Его описание. Функции, что он умеет. Щит. Сабля. Ружье. И здорово, что кроме японского, они еще и на английском пишут текст. Надо попросить, чтобы в следующий раз для меня писали по-русски. Также мы видим шкалу времени, на которой показана эволюция модели RX-78-2 от самой первой, 80-го года до нынешней, 2020-го. Мы, конечно же, знаем, что недавно вышла модель в Perfect Grady, но здесь ее нету, потому что модель 20-го года. И, кстати, первая модель, как я уже говорил, в 80-м году, хотя аниме запущено в 79-м, так юбилей 40-летней, скорее всего, модели. Также мы видим небольшой гайд, какими цветами можно покрасить, перекрасить нашего гандамчика. А нужно ли это будет? Посмотрим на сборки. Да, и еще очень важный момент. Здесь нет литника с болт-джойнтами или мягкими соединительными деталями. Модели без болт-джойнтов у меня еще не было. Здесь детали крепятся друг к другу. Хотите узнать как? Обязательно смотрите сборку. Погнали! Продолжение следует... 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 И когда это нам не надо, мы оп, и закрываем все обратно. И смотрится все снова просто прекрасно. Поднимаем наши руки вверх, группа такая, руки вверх, и переходим к торсу. Торс наш умеет делать легкое движение вперед, вот так раз, 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 раз. И вот в этом месте, оп, 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 как бы сгибаем. Дальше, болт джоинт или круглый шарнир, вот здесь вот, то есть где присоединяется торс к поясу, позволяет нам вращать, крутить немного. В общем, вот как все здорово. Дошла очередь у нас до пояса, здесь тоже все очень здорово. Вот эти вот передние юбки поднимаются, чтобы нога могла выдвигаться вперед, подниматься вперед. Боковые также поднимаются, причем намного выше, чем передние, просто настолько, насколько могут. И задняя юбка, раз, задняя юбка выполнена единой деталью, в отличие от передних и боковых. И то, что она может подниматься вверх, позволяет подобраться нам к вот этому технологическому отверстию, крепежу. Например, чтобы прицепить подставочку. Раз. Кстати, вот эти подставки за 140 рублей с Алиэкспресса просто прелесть. Я, я балдею с них. И стоят они копейки. А подходят вот так вот. И переходим к ногам. В общем, вот здесь вот в бедре, где присоединяется нога к поясу, шарнирчик, который делает так, вот так, опускается, вот так опускается и поднимается. Дальше. Вот этот вот шарнир позволяет нам поднимать ногу и опускать. Так. И дальше, вот здесь вот под броней есть еще один шарнир, который выполняет эту же роль. То есть, мы можем благодаря первому и второму шарниру поднять. Раз. Сначала первый задействован, потом второй. Оп. Например. Вот этот шарнир. Раз. Раз. А потом пошел второй шарнир. Насколько здесь круто. Дальше. Переходим к колену. И здесь у него два шарнира. Первый и второй. Итак. Оп. Первый. Позволяет вот так вот сгибать. А потом пошел второй. Но. Они полностью не могут раскрыть себя. Например. Если мы поднимем так, второй мы можем еще дотянуть. Дальше ступня. Вот здесь у нас идет шарнирчик. Который позволяет вперед-назад, влево-вправо гнуть-крутить. В общем, вот такие вот движения. Какие угодно. И второй. Опа. Который находится вот здесь. Позволяет вот такие вот вещи вытворять с нашей ступней. Опа. 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 Ну и, конечно же. Конечно же, вот этот вот защитный щиток, который может подниматься и опускаться. В общем, вот как-то так можно накрутить нашего гандама, благодаря куче точек артикуляции. Итак, что же мы можем сделать с такой офигенной артикуляцией? Например. Наш гандам может ползать по-пластунски. Или он может танцевать балет. Также он может показывать время. Или петь в микрофон. Жаль, конечно, что у нас нет ни часов, ни микрофона. Но что же у нас есть? А есть у него две пары кистей, рук. Вот такие вот кулаки, в которые можно что-нибудь взять. Например, автомат. Или с помощью них он может показывать, какая у него крутая бицуха. Для правой руки есть вот такая вот кисть с вытянутым указательным пальцем, чтобы нажимать на курок автомата или ковыряться в носу. Для левой руки вот такая вот раскрытая ладонь с растопыренными пальцами. Для чего же она нужна? Напишите в комментариях. Автор самого крутого комментария не получит ничего. Дальше у нас есть вот такой вот автомат. Одна из рукояти, у которого поворачивается. Также у него поворачивается влево и вправо прицел. А для чего? Кто-нибудь обязательно напишет в комментарии, иначе я скажу и меня опять закидают тапками. Гандам может использовать свой автомат как в обеих руках, чтобы врываться как командос, или в одной руке, чтобы выглядеть как пафосный придурок. А еще автомат можно взять вот так вот и сделать тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Дальше у нас есть вот такие вот два лазерных луча, которые, например, можно использовать вот так. Так, это чтобы не делать дурацкий пиу-пиу, а визуально обозначить выстрел. Также автомат, благодаря вот этой вот фигулине, мы можем закрепить на пояс нашего гандама, чтобы он ему не мешал, но при этом не терялся. Также у нашего гандама имеются вот такие вот рукояти мечей за спиной в рюкзачке, в которые мы можем поместить эти самые лазерные лучи. И вот световой лазерный меч готов, конечно же, в количестве двух штук. И, конечно же, у нас имеется вот такой вот интересный башенный щит. Во-первых, у него есть крепление вот в этом месте, чтобы закрепить его на запястье вот таким вот образом. Либо мы можем полностью убрать вот это вот крепление и щит вот сюда вот приделать, чтобы он так же, как и автомат, мог носить его с собой. Также у нас имеется вот такая вот ручка, которую мы можем либо вот в это отверстие посадить. Вот, раз, сюда, либо в нижнее, соответственно, чтобы был разный хват у щита. В общем, вот такой вот достаточно многофункциональный щит. В общем, могу ли я посоветовать данную модель? Да-да и еще раз да. Даже если вы опытный сборщик гандамов, она наверняка вас приятно удивит. Если вы любите задавать интересные позы своим моделям, она вас удивит тем более. А если вы начинающий собиратель гандамов, тут уж однозначно, сто процентов, она повергнет вас в восторг. Жаль, что не все модели гандамов такие же офигительные, как эта. Но, конечно же, я жду вашего мнения в комментарии. И не забывайте поставить лайк, если понравилось данное видео, подписаться на канал. И я с вами не прощаюсь. Увидимся!